Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Про спорт часто говорят, это важно для нашего самочувствия и здоровья. Поэтому по утрам многие делают зарядку или хотя бы несколько раз в неделю ходят в зал. Но мало кто знает, что именно профессиональные спортсмены чаще всего подвержены проблемам как с физическим, так и с ментальным здоровьем. Добрый день, меня зовут Альбина Козлова, а в гостях у меня спортивный психолог Ольга Иванова. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Альбина. Чем обусловлено то, что спортивных психологов выделяют отдельно? Спортсмены во время тренировок и соревнований испытывают повышенные психические нагрузки. Обычный человек, как правило, не испытывает эти нагрузки. И поэтому требуется специалист, который помогает спортсмену преодолеть эти, скажем так, разнообразные состояния. Кто-то из спортсменов может самостоятельно справляться, потому что у него такие индивидуальные особенности. То есть у него генетически или природно он может справляться. А другим спортсменам, у которых подвижная, скажем так, психика, им сложнее. И, соответственно, необходимо прибегать к помощи спортивных психологов. Получается, стресс, который спортсмены испытывают на соревнованиях, нельзя даже сравнить с нашими экзаменами в университете? Как правило, вряд ли. Потому что повышенные нагрузки плюс огромная ответственность за достижение результата, если мы берем выступления на Олимпийских играх спортсменов, то, соответственно, там очень высокие колоссальные нагрузки. Ну да, пересдать потом нельзя или списать с наушником тоже нельзя. А с какими проблемами чаще всего к вам обращаются? Ну, как правило, это разнообразные страхи. Страх допустить ошибку, страх подвести команду, страх того, что тренер что-то не то скажет, страх травмы. У меня вот была спортсменка, с которой мы работали, она травмировалась, и она очень боялась, что она получит травму снова. Также неуверенность в себе, эмоциональное выгорание, конфликты в команде, когда команда не принимает спортсмена, если мы берем командные виды спорта и не только. И также конфликты с тренером, потому что спортсмен и тренер, они длительное время, например, находятся на сборах, они постоянно вместе, не только на сборах, но и на соревнованиях. И, естественно, это как можно сравнить, как бы, как семейные отношения. Они просто устают друг от друга. Отец и сын или дочь? Ну, да, примерно так. Они устают друг от друга. Муж и жена, я больше бы сказала, наверное. Даже так? Ну, нет, ну мы не говорим про какие-то глубинные моменты, а именно вот в плане того, что просто устают... Честная связь. Да, устают друг от друга, и поэтому возникают разнообразные конфликты. Ну и другие вопросы, скажем так, по которым обращаются. Я не только как спортивный психолог работаю. Вот, я еще работаю с... Помогаю, так сказать, женщинам развестись. Вот, но обращаются, скажем так, специалисты по разводам. Я еще, помимо всего прочего. Интересно. Но у вас еще не встречались случаи, когда вот спортсмены приходили разводиться? Был, был, был такой случай. Ко мне одна спортсменка пришла, я ее в первый раз увидела, и она задала вопрос, а скажите, пожалуйста, мне разводиться или нет? Ну, как психолог, но я ее в первый раз видела, то есть у нас не было, скажем так, до этого работы. И, естественно, советы не дает же психолог. Но мы поработали, и спустя время она развилась. Интересная история. Но была другая история, да, не спортсменка. Вот, я очень рада, то, что у них сохранилась семья с супругом. Так что не совсем по разводам вы специалист, но и по сохранению брака тоже. Так, а давайте, пожалуйста, вернемся к нашим спортсменам и обсудим, нужно ли ходить к спортивному психологу для профилактики. Вообще, есть ли такое понятие, ходить к психологу для профилактики? Ну, я бы сказала, да. Скажем так, вот мы так и работаем со спортсменами, допустим. Проработали какую-то проблему со спортсменом. И спустя время, там, раз в месяц, раз в два месяца спортсмен понимает, что где-то он проседает, может быть, он немножечко подустал, или какие-то там моменты его беспокоят. Он хочет что-то там прокачать, подкрутить. И мы встречаемся, прорабатываем эти все вопросы и идем дальше. А есть ли такое, что психолога нужно посещать так же часто, как врачей, например? Но у них же есть, как это правильно называется, когда они проходят ряд врачей. Чекап вы имеете в виду, да? Да, да, да. Вот. Есть ли такое с психологами или нет? Ну, я бы так не сказала. Тут больше как бы сам человек ориентируется на то, что вот надо ему идти к психологу или нет. Вот, ну, вы же сами для себя определили, нужно вам идти к психологу или нет. Вот. Да. И приняли решение, соответственно. Вот так это и работает. Потому что еще очень важный момент, если мы говорим про детей, да, спортсменов, важно, чтобы у детей было желание пойти к спортивному психологу. Если нет желания, или у человека нет желания идти к спортивному психологу, то, соответственно, что эффективности работы не будет. Да, ну, мне кажется, что со взрослыми спортсменами тоже так работает. А вот интересно, как профессиональный спорт влияет на формирование характера? То есть, ну, мы все понимаем, что спорт – это жесткая дисциплина, это сила воли, это постоянное преодоление. Вот как формируется характер? Можно ли сказать, что все спортсмены формируются, ну, плюс-минус одинаково? Ну, безусловно, нет, потому что они абсолютно разные. Например, там, вот если брать пулевую стрельбу известного олимпийского чемпиона Константина Лукашика, вот, я скажу, что в плане его, как он достиг результата, он абсолютно, скажем так, он достаточно быстро выполнял всегда упражнения, да, если вот в стрельбе пулевой, кажется, вот по шаблону, что необходимо старательно, тщательно выполнять. Он быстро так раз-два-двадцать минут отстрелялся, когда упражнение, там, час пятьдесят длится, и все, и пошел дальше. Ну, ну, скажем так, ну, он успешно выступал, он олимпийский чемпион. Ну, опять-таки, это все индивидуально. В целом, скажем так, в разных видах спорта разные качества могут формироваться. Ну, это, помимо всего прочего, дисциплина, организованность, нацеленность на результат и жесткие требования к себе, как правило, да, скажем так, что для достижения результата необходимо требовать от себя многое. А есть ли какая-то зависимость между темпераментом спортсмена и тем видом спорта, что он выбирает? Ну, вот, например, что холерики идут, например, в футбол, а сангвинники идут, например, бегать. Хотя, в принципе, и там, и там бегают, но, допустим. Хорошо. Ну, смотрите, я скажу, что какая-то зависимость, скажу, что, ну, не скажу, что существует, потому что многие говорят, что вот в стрельбе все флегматики, то есть все спокойные такие, расслабленные. Нет, я проводила исследования. Во-первых, чистых типа темперамента не существует, всегда какой-то микс. И там холерик-сангвинник, но не флегматик. Очень нечасто встречаются в стрельбе флегматики. Хотя многие говорят, вот мы посмотрим, как выступают спортсмены, просто не психологи, да, я имею в виду. Я говорю, так они же флегматики. Ну, нет, нет такой, я бы сказала, зависимости, но я скажу, что вот, например, очень хорошо эту тему раскрывает и развивает спортивный психолог белорусский Екатерина Мулярчик, да, вот как тип темперамента влияет на результативность в хоккее при составлении пятерок хоккеистов. Вот, и она это очень классно так разбирает. Вот, ей, кстати, привет. Я скажу, что было проведено исследование, если говорим про тип темперамента, то, что в настольном теннисе наиболее лучший тип темперамента – это меланхолик. Это вот этот вот ранимый товарищ, который… Меланхолик? Меланхолик, да. Ну, я имею в виду, преобладает, когда этот тип темперамента. То есть, соответственно, почему? Потому что он наиболее чувствительный, и он может выполнять такие тонкие действия, когда необходимо попасть в определенную точку на столе, если мы говорим, в настольный теннис. Вот, но это самый слабый тип нервной системы, скажем так. Вот, если мы говорим про темпераменты, но было проведено такое исследование. А вот интересно, спортсмен выбирает вид спорта? Вот, чей характер человек выбирает вид спорта? Или вид спорта все-таки выбирает? Какой характер он притянет? Ну, я скажу, что оно по-разному как-то вот, я не скажу, что как-то выбирает. Я могу привести пример, как вот один из тренеров по гребле, вот, если не ошибаюсь, он из города Бобруйск, он рассказывал, как он девочку привел в гребли. Он говорит, еду на машине, вижу, девчонка идет по антропометрии, классная для занятий греблей. Я, короче, открыл форточку и говорю, пойдешь заниматься греблей? Ну, давайте попробуем. Нормально. Взрослый мужчина, девчонке там, наверное, лет там было 13-14. Он предложил заниматься греблей. Ну, хорошо, что хорошо закончилась история. Да. И только из лучших побуждений всего. Ну, в частности, допустим, есть такой пример. Там известная олимпийская чемпионка Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию. Она занималась баскетболом. Вот. А проходила мимо зала, после тренировки по баскетболу, мимо зала фехтования. Увидела, как там фехтуют люди. И все. И все. И полюбила. И потом стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Вот ее вот баскетболу. Все-таки человек выбирает. Но она выбрала это. Но я думаю, что это абсолютно по-разному, в зависимости от ситуации. Здорово. Здорово. Потому что нет вот этой зависимости, что вот если ты такой человек, что только туда. Ты всегда можешь выбирать. Я напомню, что сегодня у меня в гостях спортивный психолог Ольга Иванова. Далее в эфире стопроцентный хит, а затем мы узнаем, какое место в спорте занимают эмоции. Оставайся на Радиус ФМ. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Мы снова в эфире. Меня зовут Альбина Козлова. В гостях у меня спортивный психолог Ольга Иванова. Жизнь спортсмена – это постоянные соревнования. Когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь. Как на ментальное здоровье спортсменов влияет то, что им постоянно приходится соревноваться и с кем-то себя сравнивать. Мне кажется, что психологи часто говорят людям, не надо сравнивать себя с кем-то, сравнивай себя сегодняшним с собой вчерашним. А в спорте так не работает. Ты всегда сравниваешь себя с другим человека, потому что есть места и есть медаль. Вот как спортсмены с этим справляются? Оно по-разному. Я скажу, что вот вы, кстати, очень правильно сказали, сравнивать себя с собой сегодняшнего с собой вчерашним. С другими людьми как раз-таки не следует сравнивать себя. Стремиться к совершенной технике и вот именно выступлению на таком уровне, как выступает другой спортсмен, да. Но не сравнивать, потому что как только начинается сравнение, это не очень хорошо. Но у многих спортсменов есть авторитеты. Вот, например, скажем так, я работала с хоккеистом экстралигией, у него любимый спортсмен Конор Макгрегор. Вот, скажем так, для него вот авторитет. То есть тот человек, у которого он может подчеркнуть качество взять, которое вот ему необходимо. Но при этом он не сравнивает себя. Да, то скорее про вдохновление. Да, 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 вы правильно говорите. Поэтому... Ну, а как вообще бьет по самооценке это или нет? Нет, что вот ты каждый раз должен думать, вот первый ты или второй. А второй всегда даже обиднее, чем третий. Как говорят? Ну, по-разному оно бывает, на самом деле. Но я скажу, что, ну, если возвращаться к вашему вопросу про повышенные нагрузки, да, вот постоянные, ну, спортсмены, во-первых, к этому привыкают, а во-вторых, необходимо, конечно же, регулировать, стараться как бы отдыхать психически, да, максимально. Потому что понятно, что когда большое количество соревнований у спортсменов, сейчас стало их больше, если мы берем еще детский, юношеский спорт, вот, по сравнению с тем, что было раньше, естественно, и дети устают, и взрослые, конечно, устают взрослые спортсмены. Нужно просто восстанавливаться ментально, чтобы не было такого стресса. Ну, необходимо не доводить до этого, скажем так, состояние, то есть это разнообразные могут быть и медитации, и просто поехать поорать в лес, и просто посмотреть на природу, или позаниматься вообще совершенно каким-то другим делом, не касаемым спорта. Ну, или похожий какой-нибудь вид спорта, там, играешь в хоккей, пошел играть в баскетбол, например, да. Ну, для разнообразия, да, я понимаю. У спортсменов очень хорошо развита сила воли, которая позволяет им тренироваться через «не хочу» и «не могу». С одной стороны, это дисциплина, но с другой стороны, в какой-то момент ты можешь перегореть, потому что переработаешь, у тебя будет переутомление. Как найти баланс между тем, что ты должен всегда через «не хочу» и «не могу» идти заниматься спортом, и между тем, что нужно понимать свои лимиты? Хотя спортсмены же чаще всего, они выступают и действуют на лимите своем, и вот своих возможностей. Как быть, как найти баланс? Ну, здесь, во-первых, надо говорить о том, что у спортсмена есть тренер, и со спортсменом работает команда специалистов. Ну, это в идеале. Конечно, не всегда так получается, там, это и врач, и психолог, и массажист, и, соответственно, они дозируют нагрузку, я имею в виду, про тренера. Для спортсмена как бы эта нагрузка дозируется. Безусловно, когда спортсмен тренируется регулярно, и возникает, конечно, желание где-то профилонить, усталость, но это уже становится образом жизни, когда ты много лет занимаешься, ты не можешь без этого. Вот, меня это и пугает, что, мне кажется, вот профилонить, это скорее про нас, простых людей, которые, ай, не хочу на пару идти первую, не пойду. А у спортсмена нет, так, первая тренировка, и на вторую пойду, и на третью пойду, и на четвертую пойду, и на пятую поползу, и на шестую, и так далее. Что вот, ну, не могут уже остановиться, и не понимают, вот где та грань. А здесь больше по-другому, как бы, если говорить, это говорит, ну, то есть здесь так, что спортсмен получает удовольствие от физической нагрузки, не всегда, но вот такая вот есть удовольствие от этой нагрузки, и здесь как бы, ну, он идет к цели, поэтому он прикладывает все усилия для того, чтобы достичь результата. Ну, я скажу немножко, конечно, не совсем корректно сравнение с университетом, потому что, ну, есть олимпийские игры, это, скажем так, высшая цель для спортсмена, на них попасть достаточно сложно, да, в университет поступить немножко, мне кажется, проще. Я с вами согласна. Ну, просто у меня следующий вопрос, что может привести к профессиональному выгоранию в спорте, и как этого избежать? И мне все-таки кажется, что чрезмерные тренировки, они могут привести к тому, что в один момент спортсмен поймет, что он и не хочет туда больше ходить. Ну, конечно, у многих спортсменов, ну, у каждого, я уверена, возникало вот это вот отсутствие желания тренироваться из-за там перетренированности, такое бывает, но с тренером, как правило, спортсмен же делится, что он говорит, ну, вот я не хочу, да, вот сегодня тренироваться, и какие-то там поблажки тренер делает, то есть не работают в коннекции, да, тренер и спортсмен, то есть спортсмен здесь не один, это все-таки связка тренер-спортсмен, как правило, то есть потому что важно, чтобы был взгляд со стороны, ну, если мы говорим, что без психолога, про выгорание, это отсутствие отдыха, помимо всего прочего, да, то есть к чему приводит эмоциональный, ну, из-за чего эмоциональное выгорание, также повышенные эмоциональные нагрузки, то, что встречается на тренировках, на соревнованиях, также это монотония в работе, да, тоже плавание, например, там, монотонный такой вид спорта, можно сказать, и пловцы чаще всего подвержены, да, вот монотонии, чрезмерные амбиции могут к эмоциональному выгоранию привести, и также перфекционизм, ну, и давление, скажем так, на спортсмена, то есть тебе нужен результат, результат, ты обязательно должен завоевать результат, ты должен получить лицензию на Олимпийские игры, если не получишь, все, ну, и, помимо всего прочего, конкуренция и другие причины эмоционального выгорания. Ну, то есть, я так послушала, я подумала, что спортсмены, они, наверное, сильнее других, склонны к эмоциональному выгоранию, потому что стресс намного сильнее, и вот есть ответственность. Да, да, да. А как понять, что вот эмоциональное выгорание, только потому что, ну, вот сегодня не хочу, ну, мне кажется, каждый день, если бы мне нужно было тренироваться по 6 часов, я бы каждое утро просыпалась и думала, я не хочу, но надо, и шла бы. Ну, тут как бы такой момент, что ты понимаешь, что у тебя есть высшая цель, допустим, да, попасть на чемпионат Европы или на чемпионат мира, и, соответственно, ты знаешь, что тебе надо приложить усилия для того, чтобы достичь этот результат. Признаками эмоционального выгорания есть разные абсолютно признаки, но наиболее типичные – это отсутствие желания разговаривать с другими людьми, оскуднение репертуара рабочих действий, то есть ты как бы начинаешь себя беречь на тренировке, да, как вариант. Вот. Вот. Плохое настроение, может быть, недосып, да, то есть плохо проблемы со сном, ну и так далее и тому подобное, то есть если так коротко говорить, чтобы я вам на лекцию не наболтала. А вот нежелание общаться с другими людьми, то есть, грубо говоря, если вот, ну, в паре, там, муж или жена, спортсмен, и он вот вдруг резко, ну, вот перестает идти на контакт, как-то замыкается в себе и вот не хочет разговаривать, это уже может служить звоночком, что с ним что-то не так, что у него эмоциональное выгорание. Ну, может быть, немного, надо смотреть в контексте именно в той или иной ситуации, но, как правило, это плохой фон эмоциональный, да, то есть плохое настроение, недосып еще, как один из вариантов, то есть, ну, тут много-много признаков эмоционального выгорания. И тут сразу надо брать, кто, мужа замыкается, да, вы сказали? Ну, кто-нибудь, у меня пока никто не замыкнулся, но да. Это хорошо. Надо брать мужа и везти его в лес или на природу, и пусть он покричит. Так, вот, уточните, что надо делать в лесу. Ну, в лесу прогуляться, просто посмотреть на природу, послушать пение птиц, для того, чтобы немножечко так заземлиться, потому что, как бы, человек думает чаще всего, ну, в таких состояниях он думает либо о прошлом, либо о будущем, да, вот у меня там на носу важное соревнование, да, а тут надо заземлиться, прочувствовать. Мы не можем одновременно думать и чувствовать, поэтому для того, чтобы переключиться с каких-то мыслей, мы начинаем чувствовать, то есть почувствовать какой-то приятный аромат там цветка, допустим. Мне кажется, этот совет, он актуален и спортсменам, и не спортсменам, потому что мы все чаще всего сейчас, либо в будущем, либо в прошлом. Интересно. А вот еще такой вопрос, последний. К сожалению, спорт проникает во все сферы нашей жизни, заменяет хобби, работу, иногда семью. Но, к сожалению, молодость не вечно, и когда-то приходит момент, когда нужно уйти из спорта, ну, по крайней мере, из выступающего спортсмена. И вот что делать, когда огромный пласт твоей жизни остается в прошлом, а в настоящем пока ничего нет? Ну, тут как бы я скажу, что некоторые спортсмены, они думают, скажем так, про запас, как бы я сказала, да, чтобы себе такую подушечку подстраховать. Подстраховать. Вот. Но я скажу, что есть такой момент, что вот я работала со спортсменкой, у нее индивидуальный вид спорта, не всегда могу рассказывать с кем, да, потому что это конфиденциальная информация, потому что некоторые, чаще всего, но многие спортсмены просят не рассказывать, что работают со спортивным психологом, особенно мужчины. Тоже они как бы, ну, как это они признают, или там, ну, в футболе, например, с футболистами я работаю, с хоккеистами они говорят, так, вы не рассказываете, что... Это не мы, вот все футболисты, это были не мы, это была другая. Да, да, нет, не команда, там, один человек, ну, то есть, как бы, я имею в виду, это было не... Скрываются, да. Да, конечно. Так вот, я говорю к тому, что очень классный вопрос вы задали, потому что многие спортсмены, им не хватает этой нагрузки, которая была, а карьера уже завершена, и они ищут себя там в других вариантах, в других видах деятельности, где они могут проявлять вот себя, но они, как правило, не получают вот эту вот эмоциональную нагрузку. Ну, вот приведу пример, есть один спортсмен, он занимался хоккеем, и он сейчас играет на бильярде, то есть, он завершил карьеру, у него была травма, сейчас он, как бы, выступает в соревнованиях по бильярду, ну, вот как такое вот... Ну, то есть, он никуда и не ушел из спорта. Ну, да, но это любительские соревнования, но все равно он, как бы, получает вот это вот психическое напряжение, которое ему необходимо. Вот. И классный вопрос, еще раз повторюсь, потому что вот эту тему хотела как раз разработать курс, да, для спортсменов, которые завершают карьеру, как им плавно выходить из этого, скажем так, состояния, потому что скажу, что вот обратила внимание, вот работала со спортсменкой, индивидуальный вид спорта, она абсолютно в бытовых вопросах, в обычной жизни она не ориентируется. Спорте, пожалуйста. Ну, то есть... Все, что угодно, да. Да, но там какие-то бытовые вопросы, но не ориентируется. Ну, сейчас уже адаптировалась, как бы она завершила карьеру буквально там, ну, сколько, примерно, где-то полгода, год назад. Вот, но все равно в бытовых вопросах, как маленький ребенок. Хотя человеку 40 лет. Просто, ну, мне кажется, вот важно поднимать такие темы, чтобы люди думали о будущем, не из позиции, о, господи, что там, что там, а как-то морально себя подготавливали, что, ну, однажды мне придется уйти, там, из спорта, однажды мне придется сменить в деятельности, возможно, что-то другое. Хочу я остаться в спорте, там, тренер, например, или, я не знаю просто, что еще бывает в спорте, ну, либо, ну, какая-то, не знаю, бизнес свой, ну, все что угодно. Тренер, судья, может быть, организатор соревнований, председатель федерации и так далее и тому подобное. Ну, то, что вы говорили, звучало как маркет, как мантра. Хочу остаться в спорте. Ну, на самом деле, я скажу, что многие остаются в спорте, многие, ну, есть какое-то количество людей, которые не остаются в спорте, но все равно спорт, он привлекает тем, что ты не знаешь, какой будет результат. То есть он не всегда предсказуем. Мне кажется, ну, ладно, можно надеяться на что-то. Не всегда, да, ну, то есть как бы так, но обязательно важно готовиться, да, и к соревнованиям, то есть важно не тушить пожары для победы, и необходима хорошая подготовка. Эмоциональная в том числе. На сегодня это все. В гостях у меня была спортивный психолог Ольга Иванова. Если ты не успел нас послушать или хочешь послушать более внимательно, запись эфира можно найти на нашем сайте или YouTube-канале Радиус ФМ, проект Шоу с толком. С тобой на одной волне сегодня была Альбина Козлова. Оставайся на Радиус ФМ. Хорошего дня! Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте радиусфм.бай